Демонстрируется вариант межкишечного анастомоза конец-в-конец с наложением непрерывного сквозного шва на заднюю губу анастомоза. Оба конца кишки фиксируются эластическими кишечными жомами и располагаются параллельно друг к другу. Первый вкол иглы производим вершину ближнего угла петли кишки со стороны слизистой оболочки, отступив от края кишки 2 мм. По вторую петлю кишки вкол иглы производим также вершину угла, но со стороны сирозной оболочки, отступив от края 2 мм. Сшиваемые отрезки кишки фиксируем анатомическим пинцетом. Завязывается первый фиксирующий узел. Обрезаем нить так, чтобы ее длины было достаточно для завязывания последнего фиксирующего узла. Таким образом, вкол иглы производим относительно кишечных слоев обеих петель в следующем порядке. Слизистая сирозная, сирозная слизистая. Последующие вколы иглы производим в аналогичной последовательстве, накладывая непрерывный шов на заднюю губоностомоза параллельными стежками с расстоянием между ними 2-3 мм. Продолжение следует...